Так, приветствую всех своих зрителей, подписчиков. Сегодня также по просьбе подписчиков меня попросили, если я знаю что-то про шаманизм, потому что многие знают, что эвенки, у них верование раньше было, шаманизм, сейчас они и в христианство тоже верят, но много лет это были, у них верование было, шаманизм такое. Шаманов мне приходилось видеть шаманку, но я не был ни разу ни на Камлане, нигде. А про шаманов слышал от эвенков. И поэтому кое-что, конечно, из своего опыта, такого общения с эвенками, и про шаманизм я вам постараюсь свое видение рассказать. Ну, во-первых, шаман – это слово, принятое международной классификацией в обу всех народов мира, в научном мире, оно везде фигурирует. Это эвенкийское слово – шаман. Переводится оно «человек, который знает». Ну, если просто по-русски сказать «знахарь». Человек, который знает. Шаман – это у эвенков, он обычно хороший, охотник хороший, оленевод. Есть такое бытует мнение, что в шаманы его призывают духи. Шаманизм – это общение с духами, общение с духом. И шаман имеет духа помощника, духа охранителя своего, и разные там еще духи. И он умеет с ними общаться. Общается он, это входя в состояние транса. Транс, он бывает разный, бывает такой легкий транс, а бывает, когда шаманы шаманят несколько суток и впадают, буквально чуть ли не испытывают смерть, впадают в такое литургическое состояние, в это состояние измененной психики, начинается у них видение, как мозг работает в другом совершенно режиме, видно более так, более используя свои резервные возможности. И вот эти видения, потом они трактуются, и он своим соплеменником, этими видениями, этими знаниями, которые ему даются в этом состоянии литургии, или еще ее ученые называют контролируемая такая психическая болезнь. В этом состоянии они могут предсказывать, какие-то давать советы, рассказывать на будущее. Шаманизм, он принят был, раньше это такое верование, которое по всему миру, оно было одинаково. Везде, если взять шаманизм сибирских, дальневосточных, чукотских народов, взять шаманизм киргизов, узбеков, лапланцев, если взять шаманизм Южной и Северной Америки, Австралии, Африки, то примерно везде это одинаково. Это бубен, создающий такой волновой настрой, который вводит человека, помогает войти в состояние. Это танцы, танец жаманский, который в движениях тоже создает энергетику, которая тоже помогает в это состояние войти. Это запахи. Эвинки, например, они во время камлания жгут халькиря. Это богульник, болотный богульник, вот с белыми цветочками, они его сушат, специально приготовляют. И во время камлания вот этот богульник болотный, его ещё называют дурман-трава, он, видать, помогает тоже войти в это состояние. Ну, у меня есть вот такие вот мной сделанные вывески, которые я как бы представляю как себе шаманизм. Вот это вот примерно горы Станового хребта, и шаман, вот это моя такая резьба, называется, взывающий духом. Это вот сходит солнце, и горы, и этот Эвинок взывает духом, просит или об охоте удачной, или о здоровье своему роду, какие-то свои пожелания. Он силами природы, взывая к ним, соединяясь с ними, как бы увеличивает вот эту вот внутреннюю свою психическую силу, которая в его понимании должна прийти ему на помощь. Вот есть ещё у меня такая вот, это женщина, шаманка, называется вот эта моя картинка, посылающая круги. Это вот посылает и посылает и принимает энергетику как бы от себя наружу и снаружи в себя. Вот это вот энергетическое такое наполнение собой мира, и мир наполняет своей энергетикой вот эту женщину-шаманку, которая также старается какими-то своими внутренними силами и силами творящей природы что-то сделать для своего народа, для своей семьи, для себя лично. есть вот такая у меня ещё резьба, это называется единение. Это мне знакомо. Тут палатка, олени, собака, горы, природа. И вот единение, когда человек соединяется энергетически с природой, это чувство очень такое мощное, это надо, чтобы его испытать, надо, конечно, действительно побывать долго на природе, одному побывать, чтобы тебя не раздёргивали какие-то там сторонние мысли, чьи-то там звуки, шум. И вот это такая вот картина, как я её чувствую, единение. Вот я тут старался использовать естественные такие досточки. Вот озеро у меня получилось с такими вот, с волнами. Вот здесь солнышко, а тут у меня вот так вот идут текстуры идёт. И там текстура на озере так. Это я вот специально подбирал досточки. Вот ещё одна у меня такая вот контурная резьба. Она простенькая. Она, эта картина у меня называется «Идущий на перевал». это точно так же здесь, как вы видите, везде горы, везде солнце и везде человек. Эта картина показывает, что какие высокие горы не бывают, но человек с оленями может их преодолеть. кстати, эвенки, их ещё называют народ, идущий поперёк гор. Вот это я хотел здесь как раз показать, что эвенки с оленями, они легко преодолевали любые горы, и они даже как бы в предгоре больше селились. Там и оленям летом полегче, там меньше мошки, комара, они летом больше. Мы в становом хребте сами, в самом верху станового хребта проводим тоже лет. вот такие вот картинки, как я вам говорю, они такие маленько с шаманским настроем. Ну, в каждом эвенке заложен уже шаман. Вот это одиночество, эвенки, они малыми семьи, малыми такими родами живут, большими, и у них у каждого вот этот шаманизм заложен уже как бы генетически. Когда даже русский человек начинает или жить с эвенками, или рядом где-то, или это люди, которые вот как охотники, они есть такой бытовой шаманизм, например, когда просишь удачи. Удачи просишь, настраиваешься, ты проигрываешь внутри себя вот эти ситуации и получается как бы по такому принципу стучитесь и вам откроется. Поэтому вот это вот применяешь и ты, твой настрой тебе помогает. Даже я вот как охотник, я знаю, у меня такая сложилась привычка, я иду, когда где-то у меня в капкан или в ловушку попал соболь, а шабаля это был наш основной заработок, я обязательно к ловушке повернусь, скажу спасибо большое, спасибо, спасибо этому ключику, спасибо ловушке, спасибо этой речке, спасибо духу тайги. вот такой бытовой шаманизм, он даже забудешь иногда бывает, пройдешь метров оборачиваешься и все равно тогда говоришь спасибо. Когда ты один находишься и тебе вот это помогает, это как бы подмога внешних сил и у тебя внутренние силы, я не знаю, может, не все так делают, но как я знаю, вот мои знакомые охотники, они вот это вот обязательно как бы делают. Ну, один из видов такого бытового шаманизма это сны. Эвинки, ну и не только эвинки, и русские, и все народы почти, даже сейчас в интернете можно найти сонники, и по этим сонникам можно узнать какие-то предсказания. Ну, я вот вам прочитаю такой рассказ свой «Что ты видел во сне?» Он вам маленько приоткроет такую вот. С кем бы из эвинков старшего поколения я не ездил в тайгу, то почти каждое утреннее черепитие у нас начиналось с вопросов «Коля, что ты сегодня видел во сне?» Первое время отвечал, что сны я не запоминаю, что-то видел, но забыл, заспал. «Старайся запомнить», говорили мне. Мои попутчики всегда хорошо запоминали свои сны, и когда начинали их рассказывать, то это всегда были истории с мельчайшими подробностями, картины в красках, монологи и диалоги. Рассказы о сновидениях, как правило, занимало немного времени и продолжались минут по 10-15, а то и дольше. И при этом было видно, что и рассказчик, и слушатели ими наслаждаются. Это была иная реальность, но ее воспринимали серьезно. Часто по увиденному во сне принимались конкретные решения. Например, приснится ребенок, говорили, иди, Коля, на охоту, соболя добудешь. И удивительно, идешь, и действительно удача. Со временем я научился сны запоминать. Увидишь сон и думаешь, надо запомнить, а то завтра спросят. Прокрутишь сновидение в пару раз в голове для лучшего запоминания и дальше спишь. утром ты уже не белая ворона, а тоже включаешься в повествование со своей историей. Позже я понял, что сновидение это работа мозга, когда его не отвлекает, физическая работа, физическая работа тела и органов чувств. Тогда мозг из имеющейся объема информации создает свои композиции и решения. Нужно лишь научиться их выуживать и тогда они помогут нам решать многие задачи. По моим наблюдениям эвенки в этом вопросе были профессионалами и удачно пользовались навыками толкования сновидений. Даже некоторые свои рассказы, которые я пишу, сначала снятся мне во сне. Бывает, что ночью я, например, какой-то рассказ думаю, надо написать, надо написать, и он у меня не вырисовывается. Как бы я знаю, о чем писать и как писать, но вот что-то не склеивается. И ночью мне присниться, я хорошо вижу, что ты смотри, как удачно, вот так вот, вот так, вот так. Раньше я не просыпался, и утром я уже помню, что мне надо было что-то запомнить, что-то я, а сон уже заспал. И поэтому я сейчас приучил себя, что если мне вот такое снится, надо записать, я обязательно встаю, у меня тетрадка лежит с карандашом, и я быстренько раз запишу, и на второй бок и сплю. Это вот мне тоже помогает. Бывает вот эти вот сонные рассказы, которые я пишу, они мне через какое-то время, когда я сам свои рассказы читаю, мне кажется, как будто не я их написал. Это вот в таком состоянии во мне еще какой-то другой человек, который мне подсказывает, потому что их таких человеков во мне там много, как я думаю. И вот я читаю свой же рассказ, думаю, нет, не я написал, как будто не я написал, как будто это вот рассказы, которые во сне. Они мне кажутся, я бы не мог так, вроде как бы не я. Вот это интересное такое тоже наблюдение. Сейчас я учу своих младших внучат Асю и Колю смотреть и запоминать сны. Когда они у нас с бабулей ночуют, по утрам я их обязательно спрашиваю, во что вы сегодня видели во сне. Вот такой маленький у меня есть рассказ, он с шаманизмом тоже связанный. Вот так сумбурно я вам сегодня про такой свой шаманизм немного рассказал. Еще одна история у меня связанная с шаманизмом это когда я первый год на Джугарме в Вершинезее устроился там охотиться, там лесоустроители сделали зимовье и я там охотиться остался. А рядом чуть ниже там эвинки держали стадо и ко мне приехали приехали мужики эвинки и один мне говорит Коля по этому ключику Чанкал ключ этот Чанкал это здесь похоронен шаман потом оказалось что два человека там похоронены один Яковлев а другой Сафронов и вот одного звали Чанкал этот Чанкал был большой шаман ты обязательно чтобы они тебе помогали не обидели тебя могила там чуть выше ты сыпь махорки или табак покури сигареты сходи ну и я там год проохотился потом приехал ко мне Володя Барышников я ему отдал это зимовье а сам ушел выше позеи там мы с ним разделили участок и я стал вверху охотиться а его и он остался здесь на Джугарме я ему точно так же говорю Володя тут могилы шаманов вот ты табачок сыпь и благодари там за охоту за это ну и ладно прошло лет наверное 15-20 мы с ним заехали весной поехали нас послали на лесоферму надо было мясо убить мы поехали заодно там посмотреть что там после зимы медведь не разорил избушку приехали выгрузили у нас вещи были кое-какие там продукты и здесь рядом сахатиных следов не было и мы поехали вверх вверх поехали там к одной избушке здесь все острова эти с собаками там едем острова проверяем остановились там на переходе ночевали думали по переходу сахатой перейдет бесполезно выше поехали там да там тальги надо ехали нет ничего не убили до джериски надо ехали уже там пороги такие снова заночевали снова там на переходе просидели где переходят там горы не во всех местах а есть места где включав ключ можно перейти и мы в этих местах сидели тоже не убили потом мне Володя говорит Коля возвращаемся на джугарму на чанкал я забыл посыпать старикам махорку табак им не дал нам удачи не будет ну и мы быстренько скатились на джугарму я стал чайник кипятить а он побежал сразу к этим могилам они метров пятьсот под подсопочкой прибежал все мы заночевали здесь и у нас уже бензин кончался мы поплыли мулем вниз уже проверяли тоже острова собак пускали и бесполезно бесполезно и уже ближе к Бамнаку когда последнюю ночь ночевали рано утром проснулись и два сахатых быка вылезли и мы их уговорили привезли мясо на лесоферму вот такой случай что уже русский охотник который тоже вот в это как бы начинает верить это вера она я уже говорил и еще раз скажу она очень помогает это внутренняя твоя уверенность и уверенность вот этих внешних это как бы гармония с самим собой с окружающим миром она создает более мощную гармонию поэтому вот на сегодня я вам вот такую вот лекцию маленькую прочитал вы можете верить можете не верить шаманизм на самом деле это не религия с определенными там уставами с определенными догмами это свой личный опыт это личный опыт в каждом человеке заложен вот этот личный опыт шаманизма или знахарства поэтому его не грех развивать ну на сегодня пока все я про эту тему еще продолжу потому что у меня есть рассказы которые мне рассказывали Эвенки они у меня записанные и я думаю будет много и критики и разных высказываний как положительных так и отрицательных ну я к этому готов думаю вы тоже к этому будете готовы всем удачи смотрите канал Таёжный обитель большое спасибо скажу уже нам присылают на развитие канала а я уже говорил что мы хотим купить видеокамеру уже присылают потихонечку денежки некоторые хорошо присылают я вот от чистого сердца говорю спасибо спасибо большое это будет когда мы купим видеокамеру я не знаю как наберется там может свои еще добавить и я эту видеокамеру вам покажу а пока смотрите канал Таёжный обитель подписывайтесь и мы с вами будем общаться я думаю нам будет всем интересно и вам и нам удачи всего доброго